Ряд стран нарушают международное право, обеспечивая оружием страну-оккупанта Армению. Таким образом, считают эксперты, агрессору оказывается поддержка. Сегодня официальный Ереван ведет переговоры о приобретении новой партии российских истребителей. Подобное военное сотрудничество двух стран идет вразрез по среднической миссии Москвы в процессе урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Любые поставки вооружения в Армению направлены против Азербайджана. Взаимодействие с Ереваном невыгодно и самой России, утверждают аналитики. По их мнению, российской стороне стоит пересмотреть внешнеполитические приоритеты. Это Азербайджан с мощным экономическим потенциалом, и Турция с мощной армией и с геополитическим значением. Я думаю, что ответ очень ясен. Мы видим, что Армения не одна ведет эту войну. Страна-оккупант имела союзников даже в разгар Нагорно-Карабахского конфликта. Без содействия третьих стран Ереван ни на что не способен. Эти факты были подтверждены и фотографиями, которые опубликовала азербайджанская сторона. До и после Товыских событий в Армению поставляли оружие из разных стран. На оккупированные территории были также переброшены террористические группировки из сирийских армян. Агрессор пытается продолжать оккупацию любыми методами. Эти действия должны быть в центре внимания всего тюркского мира. Необходима консолидация тюркских стран.